который состоялся в Глазго. Климатический саммит. Британская газета Daily Mail вышла с сенсационной и довольно издевательской статьей. Сейчас, внимание, прямо на полях климатического саммита в Глазго, где вообще-то речь шла как раз о том, как бы сократить объемы вредных выбросов в атмосферу Байдена эти выбросы наращивал. Я цитирую. Вопрос деликатный, может быть, вам покажется даже странным, но такова уж, простите, современная мировая политика. Итак, по словам британских журналистов, британских, не российских, Байден непроизвольно, то есть случайно и уж точно не на зло окружающим выпустил газы прямо во время встречи с герцогиной Корнуэльской Камиллой. Неподалеку находились принц Чарльз, а также герцог и герцогиня Кембриджский. По словам источников, звук был, я снова цитирую материал британских журналистов, громким, протяжным. Герцогиня Камилла покраснела. Путина ИСи на саммите не было, но это значение не имеет. Послушайте. Джо Байден, кажется, испортил воздух прямо перед Камиллой Паркер-Боулс. Это должно быть концом его президентства, вне всяких сомнений. Предполагалось, что он будет стремиться к сокращению выбросов, но когда президент Джо Байден испустил немного собственного природного газа на климатическом саммите, это было достаточно громко, чтобы заставить герцогиню Карнаульскую покраснеть. Информационный источник сообщил, что Камилла была поражена, услышав, как Байден портит воздух во время их вежливой светской беседы. Это было долго и громко, и игнорировать это было невозможно, сказал источник. Камилла не переставала об этом говорить. Президент встретился с герцогиней во время приема в художественной галереи Келвин Гроуф. На нем присутствовали принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские и Борис Джонсон. Этим летом Джонсон похвалил Байдена, сравнив его деятельность вопросов изменения климата с большим глотком свежего воздуха. Байден призвал мировых лидеров сократить выбросы метана на 30% в концу десятилетия. Белый дом отказался от комментариев. Это конец карьеры. Все, ему конец. Такое нельзя делать в присутствии королевской особы. Это возмутительно. Вообще, я думаю, его надо в тюрьму отправить. Это не будет. Мы связались с Белым домом, но, судя по всему, господин Байден, президент, совсем не помнит об этом инциденте. Но, учитывая, что он заснул во время климатического саммита, вы можете представить, почему ему так хотелось бы думать. Но, согласно очень хорошему источнику, который отлично знает Байдена и работает с ним, такое случается, кажется, не в первый раз. Как сообщил другой хороший источник в Винуссорском дворце, похожая ситуация могла иметь место, и мы должны делать такую оговорку, когда президент Байден встречался с ее величеством королевой. У нас нет никаких конкретных доказательств, за исключением очень высокопоставленного придворного, который рассказал мне эту историю. Для президента Байдена, по информации из Белого дома, подобные ситуации являются периодически возникающей проблемой для президента. Поэтому...